Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с праздником, с памятью 7-го Семенского собора. Этот собор проходил в 787 году в городе Никея. Императрица Ирина хотела собрать этот собор в 786 году в Константинополе, но мятежные войска, верные иконоборцам, не дали созвать этот собор, устроили террор и пришлось ждать целый год для того, чтобы можно было совершить торжество православия. Иконоборческая политика императоров началась в начале 8-го века. В 726 году император Лев III издает указ о том, чтобы иконы были подняты в храме как можно выше, чтобы к ним не прикладываться. И затем, шаг за шагом, все приходит к иконоборческой политике императора Константина V Капронима, который в 754 году проводит собор иконоборческий, на котором жесткие преследования обрушиваются на иконопочитателей. При Константине V Капрониме наибольшего накала достигают гонения на православных, разрушаются монастыри, отбирается церковная собственность, иконы уничтожаются, все драгоценное забирается в казну. И только в 787 году удалось созвать Собор VII Вселенский, который подтверждает православность предыдущих шести Вселенских Соборов и говорит о том, что икона – это сверлица того факта, что Христос жил среди нас. Теперь с 7-го Вселенского Собора тот, кто отрицает иконопочитание, тот отрицает сам факт Богового воплощения. Поэтому, если до 7-го Вселенского Собора это было частным богословским мнением, почитать иконы или не почитать, и разные мнения были у разных святых отцов, то с 7-го Вселенского Собора и по наше время мы с вами почитаем иконы, мы им не поклоняемся, мы почитаем сами иконы, а поклоняемся первообразу, изображенному на них, то есть нашему Спасителю. Именно поэтому икона называется «Богословием в красках». Это факт того, что Христос жил среди нас и что Бог явился воплоти. В сегодняшнем евангельском чтении мы с вами слышали известную всем притчу о сеятеле. Вообще образ пшеничного зерна не просто понятен людям, которые жили в сельскохозяйственной эпоху, когда большинство населения занималось сельским хозяйством, но это вообще очень древний образ религиозный. Еще в Древнем Египте древним религиозным напитком было пиво, как образ того, что зерно умирает и дает жизнь. Именно в древних цивилизациях зерно указывало на то, что человек, умерев, может воскреснуть. И для современников Христа это тоже был образ совершенно понятный. И мы с вами из слов спасителя помним о том, что существует четыре вида людей. И для одной категории людей Слово Божие, то есть то семя жизни, которое Господь обращает к каждому из нас, как правило, к сожалению, попирается. То есть оно бросается при дороге, которая истоптана, и схожена. Естественно, что сходов дать не может. Мы с вами знаем, что бывает очень много христиан, которые таковыми не являются, а являются только номинальными христианами. Ну, как говорят в такой поговорке, его или ее грестили, потом повенчали, потом отпели. Естественно, что это зерно, которое просто лежит при дороге. Дай Бог, чтобы это зерно оказалось ветром повернуто все-таки ближе к хорошей почве, а может быть пройдет дождь, появится влага, и это зерно сможет прорасти. И действительно так бывает. Мы с вами встречаемся с людьми, а также среди прихожан много есть таких людей, которые всю жизнь, с детства будучи крещенными, слава Богу, что их зерно не склевали птицы. Их зерно не растоптали люди, а зерно это пролежало 10, 20, 30, 40, 50, даже 60 лет. И вдруг, уже когда оно могло погибнуть, вдруг появляется влага, человек начинает слышать призыв Божий, откликается на этот призыв, и уже пусть стареньким, пусть хроменьким, но как-то бредет, пытается ползти, карабкаться ко Христу, идет в храм. Дай Бог, чтобы все-таки удавалось услышать призыв Божий пораньше. Но, к сожалению, большинство все-таки тех зерен, которые лежат на дороге, очень быстро погибают, их съедают, истаптывают, и они исчезают. Второй образ, который Христос показывает, это зерна, которые лежат на каменистой почве, когда почвы очень мало, росток дает всходы, но затем упирается в камень, и таких людей Господь уподобляет тем, кто пока все хорошо с Богом, рассматривает религию как средство благополучной жизни, социальных благ, и считает даже, что если ты мне, Господи, что-то даешь, тогда, может быть, я тебе буду верить. А только газета «Правда» издает указ о том, что верить в Бога нельзя, то такие люди сразу же все бросают, им становится верить невыгодно, им это ничего не дает, и они забывают о Слове Божьем, не хотят жить вечно. Третья категория людей это та категория, которым некогда быть со Христом. У нас у всех с вами есть разные проблемы, растут дети, внуки, у кого там, не дай Бог, муж, у кого там жена, а еще есть разные тести, тещи, свекрови, и там очень много всего причислять можно. То есть все мы с вами понимаем, что, в общем-то, до Бога нам дело очень мало есть, а нам нужно здесь решать наши проблемы, решать те дела, которые мы испытываем каждый день. И вот эти сорняки, эти тернии забивают полностью нашу душу, мы бежим перед той морковкой, перед которой, которая перед нами вешает дьявол, бежим всю жизнь, говорим, сейчас, сейчас, Господи, вот сейчас выучимся, поступим в институт, там, куда-то еще, начнем тебе служить. Потом вот сейчас только вот женимся или выйдем замуж, и вот тогда начнем тебе служить. Ой, дети маленькие, ну и так далее, и старушка умерла. То есть вот, к сожалению, мы часто продавляемся тернием, которые заглушают призыв Божий быть с ним. И, наконец, четвертый разряд людей, в честь которых мы строим храмы, пишем иконы, молимся им, это те люди, которых называем святыми, это те люди, которые услышали призыв Божий. И зерно, Слово Божие, Слово Жизни падает на унавоженную, пригодную для земледелия почву и дает действительно в 30, в 60, в 100 крат больше плод, чем изначально было в одном зернышке. Естественно, что во всех нас смешиваются все эти четыре разряда людей. Кто-то из нас слышит призыв Божий, кто-то в сложных условиях от Бога отрекается, кто-то его просто забывает, кто-то просит, не мешай Господу. Но ни один человек, живущий на планете Земля, который когда-либо жил здесь на Земле, на страшном суде не сможет сказать Христу, что он никогда не слышал его призыв. Господь каждого зовет, сначала тихонечко, потом погромче, потом еще громче. Кого-то он зовет уже через страшные болезни, и человек и в этом смысле бывает отмахивается от Христа, говорит, не мешай мне, мне не для тебя, мне нужно счастье, эфемерное, призрачное, мне не нужна настоящая жизнь, мне нужно истинное божество, мне нужно все искусственное и придуманное. И тогда Господь отворачивается от этого человека, понимает, что уже смысла никакого нет, и человек живет, как он желает жить. К сожалению, большинство людей отказываются от призыва Божия, не желают быть с Ним, и поэтому жизнь их становится очень грустной и неинтересной. Очень часто можно слышать о том, что мы устали молиться, нам не хочется быть с Богом, это скучно, неинтересно или просто тяжело. Но вся проблема заключается в том, что скучно не от того, что мы пытаемся быть с Богом, а потому что мы придумываем, что будто мы идем к Богу. А на самом деле нам мешают идти к Богу, к нашему живому личному Богу, к Христу. Наши страсти, наши проблемы, окаменения наших сердец, терния, которые мешают нам быть со Христом. А если мы начнем делать хотя бы первые шаги ко Христу, тогда все наше ложное, все наше лживое, все наше ненастоящее, все наше мертвое, начнет преображаться в истинное, в настоящее, в блаженное состояние, потому что когда мы делаем хотя бы один шаг ко Христу, все неправильное начинает из нашей жизни уже уходить. Преподобный Серафим Саровский так и говорит, грешника от праведника отличает то, что у праведника есть решимость. Тот, кто решился бороться со грехом, вот в эту минуту в этот момент решил, что все, больше взятки не беру, больше не курю, больше не устраиваю истерики и так далее. Только он это решил и попросил у Бога помощи. Ясно, что будут проблемы, но в данном случае, если сделан хотя бы один шаг, то человек уже сможет ощутить ту благодать Божию, которая начинает ему помогать. поэтому будем помнить, что сорняки, камни, истоптанная дорога нашей души мешает нам прикоснуться к истинному источнику жизни и тем самым мы себя лишаем такого счастья, такого блаженства, которому призывает нас Христос в этой притче. А сделать этот сложный шаг очень просто. Просто позвать помощь Божию и хотя бы один раз наступить на свое самолюбие, на свой гнев, на свою лжилость для того, чтобы прийти ко Христу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok